Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре топовая серия баллонок от компании Колмик, недавно появившиеся на российском рынке. Можно считать это новинкой у нас. Значит, это Fium S31. Насчитывает серия в себе 4 удилища. Это 5, 6, 7, 8 метров. Восьмерки не завозились в Россию, ну так как они практически не востребованы. А вот 5, 6, 7, особенно семерки, очень востребованы, потому что необходимо семерка должна быть легкая, жесткая, быстрая. Это вот как раз то, что нужно для рыболовов на течении, которые хотят испытывать, в общем-то, только одно удовольствие от ловли. Значит, тест у каждого удилища до 25 грамм. То есть, это практически такой оптимальный тест для ловли на сильном, среднем-сильном течении. Притом, удилище позволяет держать поплавки даже чуть выше тестом. Значит, по углю. Естественно, здесь максимально дорогой уголь. Это порядка 46 тонн. Это топ-серия, то есть, это самая верхняя серия от компании Колмик по баллонкам. Соответственно, она включает в себя все технологии. По фурнитуре, сразу скажу, стоит везде Fuji. Fuji Alconite, это стоят кольца. При том, это Fuji не китайская, да, потому что заводы есть и в Корее, и в Китае, и в Японии колец Fuji. Поэтому, скажем так, если написано Fuji, это совсем не значит, что это будет японская Fuji. Здесь как раз Fuji, которая нужна Fuji. Это отличнейшая серия, которая себя зарекомендовала, в общем-то. И которая действительно очень легкая, на облегченной раме, с отличными, надежнейшими и вечными вставками. Кстати, забыл сказать, что удилища все сделаны в Италии. Здесь написано Made in Italy. Здесь, далее, катушка-держатель, в точности также Fuji, везде это отмечено. Очень мягкая лапка, лепесточек катушка-держателя. Мягко открывается, мягко двигается. То есть, скажем так, касаться его и вообще ставить катушку сюда одно удовольствие. В целом, катушка-держатель очень объемный, я имею в виду, по ползунку. То есть, сюда входят катушки, ну, любые практически, которые вы захотите поставить. Два, три, четыре тысячи, без всяких проблем. Все и по высоте, и по ширине все встает просто изумительно. Значит, есть такой момент, кто будет покупать, чтобы лишний раз не беспокоились. Потому что далеко не во всех удилищах это есть. Я вас на своем веку встречал, в общем-то, там, две-три модели всего-навсего. Обычно вот здесь внизу вставляется неопреновая вставка. Здесь, видите, какая вот история. Вот такая вот. Штифт сюда, вот этот коленце, да, оно вклеено. И дальше идет уже, видите, это специальные вещи для того, чтобы кольца не бились, не ложились друг на друга. И, соответственно, вы будете, будьте с этим аккуратны, когда купите. И знайте, что вот так оно должно быть, в общем-то, по правилам. Удилище поставляется в С, точнее, с таким вот жестким пластиковым чехлом, с хорошим запасом. То есть кольца в чехол внутри не упирается, как это часто бывает. Ну и, в общем-то, чехол надежный, на него можно даже наступить, ничего с ним не будет. Вернемся к удилищам. Рукоять обработана таким специальным гладким материалом, в общем-то, приятным на ощупь. Он слегка холодит. Ну, дизайн, точность так же. Лично мне нравится. Приятный, классный, отличный дизайн. Хлыст. Снабжен двумя подвижными разгрузочными кольцами. Соответственно, тюльпанчик противозахлестный. И на втором колене у нас одно разгрузочное подвижное кольцо. В общем-то, это классика. Что еще хочется сказать? Когда вы будете при покупке щупать это удилище, не переживайте, что у вас на ощупь слегка вот это третье колено будет более гладенькое. Она тоже шершавенькое, но оно менее шершавое, чем второе. Для чего это сделано? Это специально сделано для того, чтобы усилить второе колено. И оно не загибалось в момент придержки. И оно выдерживало более мощные нагрузки. Потому что известно, что при прочих равных, при определенной нагрузке, чрезвычайной какой-то ситуации форс-мажора, основная нагрузка и основные поломки приходится на второе именно колено. Поэтому здесь колено имеет дополнительную обмотку. Она прощупывается, эта обмоточка. Вот, скажем так, пальпируется, да? И визуально ее видно. Поэтому не переживайте, если увидите, что у вас колено обработано второе чуть иначе, чем третье и последующее. Итак, переходим к характеристикам. Значит, у меня здесь бумажка. Я уже заранее все здесь написал, измерил. Значит, фактическая длина пятерки 485 сантиметров. Вес 182 грамма. Транспортная длина 146 сантиметров у всех моделей. И далее диаметр комля. Я измерял в месте хвата. Ну, фактического хвата вот здесь. Это 21 миллиметр. И 39 сантиметров. Расстояние от нижней части катушка-держателя до торца. Вот здесь. Значит, у шестерки 580 фактическая длина, 244 вес, ну, 146 транспортная, 23,5 диаметр комля здесь. И расстояние 41,5 сантиметра вот от нижней части держателя до торца. У семерки 677 фактическая длина, 315 вес, 146 транспортная. 26 диаметр комля миллиметров и 43 сантиметра. Вот это расстояние от нижней части катушка-держателя. Ну, вот основные параметры я вам сказал. Теперь пойдем смотреть строй. Итак, друзья, разложили. Пятерка у меня в руках. Быстрая палка. Быстрый строй. Смотрите, как невесомый абсолютно. Нагружаем. Ну, смотрите, весь в разных ракурсах, в разных плоскостях нагрузка. Ну, отличная. Соответствует строй абсолютно. То есть, на течении она будет очень хорошо держать. Значит, шестерочка. Сейчас, секунду. Нагружаем. Смотрите, вот вторую руку даже я подключаю. Вот коми. Отличная палка. Ну, и семерка последняя. Смотрите, какой бланк на белый фон. Изумительный бланк. Абсолютный. Как стрела. Имитируем подсечку. Видите, как быстро встает. Восстанавливается. Ну, и, соответственно, под нагрузкой. Смотрите, очень легко она лежит в руках у меня. Очень легко. Это одна из самых легких и идеально сбалансированных семерок, которых я держал в руках. То есть, удочка отличнейшая. Итак, господа, посмотрели. Потрясающие модельки. Выбирайте, смотрите, приобретайте. Далее о чехле. Ну, за что мне нравится колмик. Это не тратят они деньги на то, чего, в общем-то, и не нужно. На всякие фантики, бутафори и тому подобное. Поэтому чехол, несмотря на такую топовую модель, очень простой. Пленочка фактически тоненькая, синтетическая. В общем-то, можно его считать транспортировочным. Ну, такого вот приятного яркого цвета. С завязками. С клапаном на завязках, можно так сказать. Прошито приятно, аккуратно. Но, в общем-то, понятное дело, что он не для подарков, да, а чисто транспортировочный. Обязательно подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Если хотите сказать мне спасибо, нажмите, пожалуйста, вот такой пальчик вверх под видео и кнопочку подписаться. Также обратите внимание, что кто захочет задать вопросы лично мне, подписывайтесь на мой телеграм-канал. И не забывайте о том, что мы даем две запчасти в год бесплатно в период проведения акции тем людям, кто купил удилище не только Колмика, а и Даеву, и тому подобное, Zemax и прочее, что у нас в магазине представлено в период проведения такой акции для подписчиков на соцсети. Подписывайтесь, приобретайте в Мультифиш. Гарантия, точность также на удилища, на заводской брак пожизненная, то есть на весь срок службы. На этом все. Всего доброго и до новых встреч. Продолжение следует...